Вы больше никогда не выкинете луковую шелуху. Все потому, что мы расскажем сегодня о том, при каких заболеваниях она помогает, как ее применять в оздоровительных целях. Вы узнаете 8 рецептов, о которых раньше не слышали, но сначала кратко о том, почему она так полезна. Луковая шелуха, как показали выводы недавних исследований, ничуть не уступает, а в некоторых моментах даже превосходит по полезности сам лук. Об этих исследованиях ничего не знали наши предки, но с самых давних времен использовали шелуху для излечения самых разных заболеваний. От спазмов и болезненных ощущений в желудочно-кишечном тракте до простуд и аллергических проявлений. Народные рецепты, в которых присутствует луковая шелуха, доступны и эффективны, поэтому используем их в повседневной жизни, еще раз убеждаясь в пользе этого продукта. Состав и свойства луковой шелухи Самый распространенный способ применения луковой шелухи – натуральное окрашивание яиц к пасхальному празднику. Однако не стоит забывать, что этот продукт действует как природный антисептик, придает сил и бодрости, снимает усталость. В луковой шелухе содержатся Каротин, действующий как антиоксидант, улучшающий работу нервной и сердечно-сосудистой систем. Витамин В, помогающий работе мозга. Витамин Е, продлевающий молодость кожи. Аскорбиновая кислота, укрепляющая иммунную систему. Квертицин, уменьшающий количество свободных радикалов, повреждающих целостность клеток. Фитонциды, активизирующие сердце и уничтожающие бактерии. Клетчатка, способствующая нормализации работы кишечника. Флавоноиды, укрепляющие сосуды и вырабатывающие антиоксиданты. Калий, кальций, фосфор, железо, стимулирующие нормальную работу всех систем организма. Луковая шелуха является антисептиком, очищающим, противовоспалительным и иммунностимулирующим средством. Ее используют в медицине, косметологии, находят применение она и в бытовых вопросах. Отвары и настои из шелухи лука помогают омоложению, очищают организм от токсинов, нормализуют работу сердца, сосудов, желудка, кишечника, избавляют от грибка, от инфекций, снимают болевые ощущения и спазмы, оказывают мочегонное и желчегонное действия. Противопоказания к применению настоев и отваров из шелухи лука. Категорически нельзя сочетать лечение луковой шелухой с приемом алкоголя и сильно действующих лекарств. Не рекомендуется использовать ее беременным женщинам и молодым мамам с детьми на грудном вскармливании, а также детям, не достигшим 12-летнего возраста. Если есть индивидуальная непереносимость веществ в составе шелухи, использовать ее в качестве лекарственного средства тоже нежелательно. Вред продукт может нанести тем, у кого обострение заболеваний кишечника, желудка, поджелудочной железы, у кого повышена свертываемость крови. И не забываем обращаться к врачу, чтобы посоветоваться с ним о таком виде терапии, как лечение отварами и настоями из луковой шелухи. Это очень важно для здоровья. 8 рецептов с применением луковой шелухи Естественно, сама сухая шелуха не приносит никакой пользы, поскольку полезные вещества, содержащиеся в ней, нужно активировать с помощью воды или масла. Рецепты против сухого кашля Водный настой из луковой шелухи помогает при простудных заболеваниях, избавляет от кашля. Для этого берем 2 столовых ложки предварительно измельченной шелухи лука, заливаем 1 стаканом кипятка и варим смесь на медленном огне 15 минут. После этого даем настояться в течение 6 часов и процеживаем настой. Добавляем туда половину чайной ложки меда, перемешиваем и пьем по полстакана 3 раза в день перед приемом пищи. На начальной стадии заболевания хорошо помогают компрессы. Их делают из оставшейся после настоя шелухи. Кладут на область грудной клетки, накрывают пленкой и закрывают теплой тканью для сохранения тепла. Лежать с компрессом рекомендуется не менее 30-40 минут. Еще один эффективный способ – ингаляция над отваром из луковой шелухи. Дышим паром не менее 5-7 минут. Рецепт для снижения давления. Каротин, содержащийся в шелухе репчатого лука, способен оказывать восстанавливающее действие на сосуды и сердце. При гипертонии, резком увеличении кровяного давления, лучше принимать спиртовые настой с шелухой, а для профилактики применяют отвар из нее. Готовится он следующим образом. Берем 4 столовых ложки шелухи лука, заливаем 700 мл теплой воды, варим на медленном огне, не допуская кипения, около 5 минут. Переливаем смесь в термос и настаиваем примерно час, потом процеживаем ее. Пьем по стакану в сутки, деля его на 3 приема пищи, после еды. Курс 2 недели. Рецепт от геморроя. Свежая луковая шелуха хорошо помогает при обострении геморроя, увеличении узелков. Для этого делаем ванночки с паром, который поможет снизить болезненные ощущения, снять зуд, воспаление, остановить кровотечение. Готовим отвар так. Берем 4 столовых ложки шелухи и 2 литра молока. Молоко разогреваем, бросаем туда шелуху и доводим до кипения. Затем томим в течение 10 минут и остужаем. Процеживаем отвар, наливаем в емкость для ванночки. Процедура должна длиться не менее 10 минут. Рецепт с луковой шелухой от варикоза. Народная медицина использует шелуху лука для лечения варикоза. Смеси на основе природного ингредиента помогают снимать воспалительные процессы и отечность, тонизировать ткани, стимулировать кровообращение, препятствовать образованию тромбов. Как готовить смесь? Для этого берем 2 столовых ложки шелухи, столько же настойки, календулы и полстакана воды. Смешиваем хорошенько все составляющие. Затем смачиваем чистую салфетку этой смесью и прикладываем к больному месту. Держим примерно 20 минут. Курс лечения 2 недели. Рецепт с луковой шелухой от аденомопростаты. Отвар с луковой шелухой помогает и мужчинам. При аденоме простаты за счет наличия фитонцидов и витаминов он укрепляет иммунитет, снижает болевые ощущения и борется с воспалением. Благотворно влияет на выработку мужских гормонов. Для борьбы с простатитом готовим отвар из 2 столовых ложек луковой шелухи, 50 граммов скорлупок фундука и 400 миллилитров воды. Шелуху измельчаем, скорлупу тщательно промываем, заливаем водой и томим смесь на медленном огне 1 час. Затем оставляем настаиваться в течение 5 часов. Процеживаем и храним отвар в темном месте. Пить рекомендуется по 70 миллилитров каждое утро и каждый вечер в течение трех недель. Рецепт от выпадения волос. Может пригодиться как женщинам для укрепления волос и придания шевелюре блеска и яркого цвета, так и мужчинам в качестве средства профилактики против облысения. Готовим отвар по следующему рецепту. 3 столовых ложки шелухи лука, столько же коры дуба, заливаем 400 миллилитрами кипятка. Томим на медленном огне, не доводя до кипения. В течение 30 минут. Затем отвар остужаем, процеживаем и втираем состав в кожу головы. Закутываем голову полотенцем на 30 минут. Затем хорошенько промываем волосы. Делаем такие маски для волос 1-2 раза в неделю. Рецепт для похудения. Вещества в составе луковой шелухи активно выводят токсины из организма, улучшают метаболизм и способствуют избавлению от лишних килограммов. Для этого используем рецепт чая для похудения с шелухой лука в составе. Как его приготовить? Берем 1 столовую ложку шелухи, измельчаем ее до порошкообразного состояния, заливаем половиной литра кипятка и добавляем пол-литра черного чая. Нужно протомить отвар в течение 15-20 минут, затем остудить и процедить. Пьем по одному стакану 2-3 раза в день до достижения нужного эффекта. Друзья, а вы выбрасываете луковую шелуху или находите ей применение? Поделитесь своим опытом в комментариях. Ну а мы благодарим вас за внимание, крепкого вам здоровья и хорошего настроения.